Приветствую вас, я прочитал ваше сообщение, прочитал ваше письмо, и, вы знаете, отвечаю на первый вопрос, значит, как мне понимать его отношения, стоит ли на что-то рассчитывать, я бы сказал так. Вам стоит рассчитывать на что-то только в том случае, если вы сами готовы идти с ним на сближение. Вам можно на что-то рассчитывать только в том случае, если вы готовы мужчине, ну, я бы сказал, дать то, что нужно. То есть, вот вы с ним встречались, он за вами красиво ухаживал, но в итоге изменил. Вопрос, почему изменил? Ответ. Скорее всего, ему не хватало секса, потому что у вас было все хорошо и идеально, все кроме секса. Видимо, мужчина не пожелал давить на вас, потому что слишком уважал и ценил то, что вы с ним не спите, это возвышало для него вашу ценность. Но при этом ему невозможно было самому находиться без секса, что и послушало, по сути, его вот такому вот поведению. И все дальнейшее отношение молодого человека к вам, это как бы с одной стороны его желание с вами быть, его желание сблизиться с вами. Но с другой стороны, это понимание того, что скорее всего ситуация опять заново повторится. То есть, вы опять начнете встречаться, он знает, что за вами нужно ухаживать, он знает, что должно пройти большое время, прежде чем вы согласитесь на интим. И он сам для себя, наверное, решил, что это ему не подходит. А если даже и подходит, то он не считает для себя возможным вам изменяться, он не считает для себя возможным делать вам плохо, причинять боль и так далее. Хотя вы не сказали, почему вы расстались. То есть, вы сказали, что да, расстались по причине его измеры, он ушел к той девушке, с которой он вам изменил. Это, в принципе, понятно. Но вы не описали главного. Вы не сказали, как вы узнали об измене. То есть, сказал ли он вам сам об этом, например. Например, или вы об этом узнали, и, соответственно, это привело к тому, что отношения между вами не были больше возможны. То есть, вот этот момент, он не ясен. И его нужно прояснить, потому что от этого момента зависит, ну, едва ли не все, что происходит далее. Потому что, понятно, да, если мужчина вам изменил и сам сказал об этом, значит, что он действительно вами дразит и ценит. Это значит, что вполне возможно, что в будущем, если он увидит, что вы реально готовы жить дальше и согласны начать строить серьезные отношения не с ним, а вот с кем-то другим, он может быть почувствовать, что вы ускоряете от него и к вам вернется. Но если о измене узнали вы сами, как бы, а он вам не говорил этого, сам по себе он вам этого не говорил, а вы узнали только самостоятельно о его измене, то здесь, к сожалению, я должен вам констатировать только тот факт, что мужчина ненадежный, доверять ему нельзя, к сожалению, и рассчитывать вам на что-то, связанное с ним, ну, конечно, рассчитывать-то можно, знаете, рассчитывать можно всегда, но вопрос в другом, вопрос в другом. На что именно вам рассчитывать нужно, то есть, на что вы можете рассчитывать, чего вы можете ожидать. Не пойдет ли это вразрез, например, с какими-то вашими, там, представлениями, не причинит ли это вам боль опять и так далее. А мужчина определенно не тот человек, который прямо-таки заботится о вас, заботится вообще о другом человеке, к сожалению. И раз так, то нельзя говорить о том, что вам с ним будет в любом случае хорошо. То есть, тут, вообще говоря, решать нужно вам, исключительно вам. Дальше, дальше вы пишите о том, что, спрашиваете, можно ли как-то вернуть, возможно ли, сделать так, чтобы он вернулся. А вы знаете, ну, если говорить о способах возвращения, то я бы сказал, в первую очередь, наверное, так. Что раз причина основная в том, что вы расстались на почве, судя по всему, секса, другого варианта, как-то я не вижу здесь. То есть, если он за вами красиво ухаживал, если он для вас все делал, если вы были довольны, и вы даже считаете его интересным, и что вам никто, кроме него, не нужен. То есть, вы встречались с другими мужчинами, да, и они проигрывались ему. То здесь только такой вариант, что вы не давали ему то, что нужно, вследствие чего он восполнял это через измену. Ну и, соответственно, чтобы его вернуть, вам нужно это же самое ему дать. Другое дело, насколько такие отношения можно назвать любовью. То есть, что это за отношения такие, когда мужчина встречается с женщиной, только если та как-то удовлетворяет его потребности, то есть, если женщина соответствует определенным условиям. И вопрос в том, согласитесь ли вы на это. Потому что, если вы уважающий себя человек, если вы ценящий себя человек, если вы любите себя, и не дадите себя в обиду, то вы на такое не согласитесь, конечно же. Потому что это унизительно и оскорбительно для вас. Чтобы молодой человек кверху вернулся, можно также сделать то, о чем я сказал немножечко раньше. Я говорю о том, что он, если у него есть к вам серьезные чувства, он, возможно, опомнится, он, возможно, как бы испугается вас потерять, когда увидит, что вы реально готовы жить дальше. И вот здесь вам очень важно показать ему, что вы не собираетесь вечно ждать, пока он там наиграется, или пока определится в жизни, что ему вообще нужно. То есть, показать ему, что вы не собираетесь так вечно ему звонить, да, вечно надеяться, что он обратит на вас свое внимание. Вы вообще-то женщина, вы себя любите, и вы имеете полное право полагать, что такое отношение к вам совершенно неприемлемо и оскорбительно. И это, кстати говоря, действительно так. И вот это второй способ, которым вы можете его вернуть. В принципе, думаю, больше способов вернуть нет. Ну, кроме, наверное, только программирования и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.